Там же, в Виннице, мы попросили премьер-министра эксклюзивно для нашей программы ответить на несколько вопросов о децентрализации. А главное, об итогах работы правительства за два минувших года, отчитываться премьеру уже на следующей неделе. Итак, почему децентрализация важна? Почему в некоторых регионах и эта реформа буксует? И готов ли премьер отчитаться о работе Кабмина в прямом эфире? Вот что ответил Владимир Гройсман. Сегодня, что мы сделали за четыре года, мы абсолютно полностью передали колоссальные серьезные ресурсы на места в местные бюджеты. Автоматично они уже сегодня рассчитываются. И что мы требуем? Куда они должны быть направлены? На увеличение качества жизни людей. На дороги, на тротуары, на новые садочки, новые школы, на создание новых рабочих мест, на абсолютно полностью изменение качества жизни людей. И мы вот про это говорили под час урядового расширения нарады, про то, что нужно делать дальше. Вот за четыре года мы получили певные результаты. Да, с одного боку, это бюджеты и местные взросли из 64 миллиардов. А в 2014 году до 231 миллиардов уже в этом году. И думаю, что эта цифра тоже будет перевиконана. А теперь нужно говорить про то, чтобы не просто витратить эти деньги, а инвестировать эти деньги в яки жития людей. Это экономика, освета, охрана здоровья, инфраструктура, энерго, независимость, самое главное, инвестировать в нормальное средство для украинских детей. То есть это все, что касается людей. И люди, как могут почувствовать результаты этой реформы? Все зависит действительно от местной влады в многих случаях. Мы создали для них условия, а теперь как они это используют? Там, где это делается качественно, мы видим отчетный результат, который мы можем видеть на свои очки. Но там, где есть, и я такие случаи тоже вижу, там, где есть безопасность, там, где есть байдужность, там, где есть небожание обратить внимание на проблемы людей, даже не дивлячись на то, что эту владу выбирают сами люди, мера, міську раду и так далее. Там есть и пока что отсутствие качественных и хороших результатов. Правильный акцент поляга в том, что действительно должен быть жесткий контроль. И мы сейчас его проводим. И очень хорошо, что уже сформирована Рахунковая палата Украины, которая и мает на методе, в том числе, выслідковать эффективность и рациональность использования ресурсов. Но очень важно, кроме такого контроля государственного, мать контроль с боку громад, с боку самих людей, с боку местных влад, местных рад, которые должны абсолютно полностью контролировать каждую копейку. Почему купили тротуарную плитку, как заасфальтовали дорогу, а за сколько побудовали метр квадратный строительство под новый дитячий садочек. Это должен быть комплексный подход. И мы сегодня имеем такой интернет-ресурс, где есть полностью все витрати, в том числе, и местных бюджетов. И это можно исследовать. Я буду все делать для того, чтобы створить все больше открытостей данных, для того, чтобы каждую громаду, возможно, было проконтролировать. И самое главное, нужно застерегать местных керевников, витрачать эти деньги на какие-то популістические истории, которые могут возникнуть за один день и потом забыть. Нужно делать фундаментальные, серьезные изменения. Я думаю, что за этот час мы начали много новых проектов, много правильных вещей, которые будут изменять с каждым годом ситуацию Украины в лучший бек. Начиная от децентрализации и реформы местного самовередования, завершившись созданием новой украинской школы, новой системы освяти. Мы начали ремонтировать, капитально ремонтировать страну, начиная от дорог и завершившись обеспеченность энергоэффективностью. Мы много начали новых процессов, которые дадут свой позитивный результат. В том числе позитивно будут впливать на развитие экономики. Чего бы я хотел, как премьер-министр? Я бы хотел, чтобы украинцы жили лучше. В один день это сделать очень сложно. Но то, что мы идем в этом направлении, у меня сумніва нет. Через трудности, через большинственные проблемы и вызовы, через загрозы с боку России. Но мы идем, и я глубоко уверен, что на этом шляху будет успех. А я всегда готов известен и отвечать за свою работу протягом любого периода. И я с удовольствием готов поговорить о этом в эфире вашего телеканала. Продолжение следует...